Всем привет! Так, кому дом за 7,5 миллионов? Прошу обратить внимание на этот коттеджный посёлок. Уют, который начал строиться в Барановке. Перелог Овощной 4. Так, место расположения чуть-чуть попозже. Давайте пока по ценам и по площадям. 154. 154 сам большой дом квадратных метров на почти 4 сотках земли за 7,5 миллионов рублей. Ну и все остальные дома. Их там всего 6. Остальные чуть поменьше. 108 квадратов на 3 сотках. И то же самое. 7,5 миллионов рублей на начальном этапе стройки. Сдача домов. Первый квартал следующего года. В начале следующего года сдаются все дома. Посёлок. 6 домов. В европейском стиле. Закрытая придомовая территория. Ландшафтный дизайн. Витражное стекление. Панорамный вид на горы. В общем, всё, что вы любите. Коммуникации. Свет, вода, канализация, лосс. Развитая инфраструктура. 10 минут до центра. Вот такие вот 6 домов. Таким привлекательным ценам. Пока. Пока они забронированы. Все они свободные. Можете бронировать любой. Первые побольше. Другие чуть поменьше. Но цена одинаковая. Смотрите. Выбирайте. Известный застройщик. Его дома предыдущие. Многие уже закрыты. Распродались. Есть ещё в продаже некоторые. У него очень много предложений. На самом деле. У меня они там освещены все. На канале пониже. Посмотрите. Давайте пробежимся по ним ещё раз. Вспомним и сравним цены готовых домов. И вот обратим внимание. Насколько дешевле можно взять на начальном этапе стройки. 7,5 миллионов. Смотрим КП Пластунка. Осталось ещё 2 дома. 155 квадратов. 14 миллионов. Практически в 2 раза дороже. 205 квадратов. 15,300. Расположение Пластунская. 188. Недалеко от этого района тоже. А вот. Но цены, видите, в 2 раза. Даются в конце этого года. Дальше есть ещё предложение. Чуть дешевле. По КП Славный. По улице Славы. Это Сергей Поле. 11 миллионов. Самый дорогой дом. Остальные дороже. 105 домов там ещё. Тоже неплохой посёлочек. Но Сергей Поле. Он немножко подальше от городской инфраструктуры. Это более такой дачный вариант. Там рядом установка, конечно. Красивые виды. Зелень кругом. Ну, цены вы сами видите, да? 11 миллионов. Самый недорогой. Из оставшихся. Ну, вот и самый удачный, конечно же, для тех, кто любит жить в городе и рядом с инфраструктурой городской, это КП Успенский. Потому что это центр города. Это пешая доступность. Прямо пешочком до вокзала можно дойти, съездить в любой момент в Сочи, если вам понадобится. Это Дагомыс. Ну, зато пешком до моря 2 километра. Такие красивые домики. Рядом национальный парк, тоже хорошая отделка, красивые дома. Вся городская инфраструктура рядом, школы, садики, магазины. Потому что улица Гайдара, это прямо непосредственно сам центр города. И в то же время немножко в стороне от Шума Гамма. Вот. И самое недорогое предложение, там 13,5 миллионов рублей. Это дом один по акции, остальные на миллион дороже. Он пока висит по акции один такой дом. Вот. Ну, школа, детский сад, всё рядом, потому что город. И самое интересное в этих домах, что там центральная канализация. Вот даже ради этого, что Невоз подключил и забыл. Ради этого можно было рассмотреть КП Успенский. Ну, давайте вернёмся к нашему уюту. А вот такой посёлок. Симпатичные дома, мне кажется. Да. Небольшие участки, как бывает всегда в городе. Не бывает больших участков. Ну, достаточно для того, чтобы расположить всё, что нам необходимо. Там машину поставить, там собаку гулять, какие-то посадить деревья себе, сделать себе мангальную зону, беседку там, кофе вечером пить. В общем, достаточно для того, чтобы вечером проводить на улице. И вообще там круглогодично. Во дворе хочется сидеть. По крайней мере, утром пить кофе, вечером шашлыки и всё такое прочее. В Сочи такой располагает. Потому что, чтобы побольше времени проводить во дворе. 7,5 миллионов рублей. Такие дома, ну, не знаю. В Сочи я таких предложений больше не знаю и дорогих. Несмотря на то, что это начальный этап строительства, учитывая, сколько домов построено этим застройщиком, мне кажется, можно смело брать, заключать договор подрядом, бронировать и ждать окончания строительства. Бронируйте дистанционно, потом приедете посмотреть. Давайте пока посмотрим поподробнее, что это такое будет. Так, Барановка, Овощной перелог, 4. Вот такое расположение. Смотрите, карту изучайте, прежде чем ехать. Особенно, если вы далеко, можно очень много изучить по карте. Да и в городе, если вы в Сочи, прежде чем ехать, можно посмотреть, всё ли вам нравится. Вот такое расположение вдоль реки Сочи. Едете, едете, едете прямо. Хорошая, большая, широкая дорога. Вот с правой стороны район КСМ. Дорожайте до храма, поворачивайте налево и поправьте, попадайте в свой микрорайончик. Вот улица Труда. Здесь вот школа, садики, пятёрочки с этой стороны. Всё-всё-всё есть. Хороший развит район. Ну, вы переезжаете чуть-чуть через мостик, немножко в стороне. Там частный сектор. Там немного холмистая местность. Сейчас я вам покажу, какие там подъёмчики. Ну, не такие, не страшные. Посмотрите сами. Если вам понравится, можно смело бронировать, пока такая невысокая цена. Вот. Такое расположение. Удобно прямо по одной, по ровной, широкой дороге. От центра Сочи, от моря Мол. Всё вдоль этой дороги. Проезжайте КСМ. Район Макаенко район. И выезжайте в центр. Центральный район, в самый центр Сочи. Вот. Удобно? Ну, мне кажется, нормально. Для частного дома нормально. Теперь давайте посмотрим, насколько удобный там ландшафт. Ландшафт. Развязки. Все дороги, все проезды можно посмотреть. Давайте пока посмотрим схему генплана. Вот так расположены дома. Вот такие участки. Самый большой внизу, первый дом. Прямо на изгибе. Видите, у вас заезд. Всё-всё-всё. Можем посмотреть. Виды каждого, с каждого места можем поснимаем вам дополнительно. Вот так расположены дома. Окна, в общем, посмотрите. Поизучайте пока схематически. Видите, окна все выходят в одно место. Сзади будет у вас задний двор не просматривается. В общем, расположены очень удобно. Видите, задний дом, участки не просматриваются. Все вот выходят на пятачок, на заезд. Это очень удобно, да? Как мне кажется, есть такая зона закрытая, где можно себя чувствовать спокойно. Учитывая, что там кругом зелёный массив будет вам очень удобно. Ну, и посмотрим ещё планировки. Вот смотрите, прихожая, с левой стороны гардероб такой большой. Санузел раздельный, с правой стороны кухня-столовая, гостиная. Смотрите размеры. Всё перед вами. Изучайте. Внимательно. Если вам так неудобно, скину вам на WhatsApp. Пишите, отправляйте заявку, оставляйте номер телефона. Я вам всё позакидываю. Смотрите внимательно сами. Второй этаж, три спальни. Классический вариант. Необходимая такая достаточность. Минимальная. Как мне кажется. Ну, в общем, все размеры. Вот есть. Дом можно изучить капитально. Дома хорошие. За такую цену есть о чем задуматься, да? Посмотрите со всех сторон. Включайте воображение приблизительно. Можно себе уже представить, что, где будет расположено, какие виды мы поснимаем. Там водать не нужно. Вот. Что ещё? Давайте по традиции посмотрим теперь карту и изучим немножко ландшафт предварительно. Вот улица Пластунская, река Сочи. Так, немножко повернём, чтобы было. Вот там внизу море. Вот Пластунская идёт наверх прямо ровно-ровно. Вот, видите, до моста доезжаем через мостик и с левой стороны Барановка. Вот. Ну, чем удобно, что вот ровно-ровно-ровно прямо-прямо по ровной дороге ничего не окружая, ничего не-не-не-не-не тормозя. Попадаете в море, в центр Сочи, до моря. Вот здесь вот до храма доезжаете по улице Труда. Поворот налево. Вот строительный магазин муравей и вот остановки. Вот туда вниз, налево вот ещё одна остановка у Перелок Армянский. Вот это уже ваша остановка и вот тут от этой остановки вниз. По карте, смотрите, с левой стороны вот этот изгиб, вот он, Перелок Овощной. Вот он угибает ваш коттеджный посёлок. Вот Перелок Овощной, номер 4. Вот это точно расположение вашего коттеджного посёлка. Так что, смотрите, изучайте, открывайте. Сейчас мы ещё посмотрим, какой тут уровень подъёма, какой тут угол наклона в местность. Холмистая, но именно, какой подъём. можно тоже посмотреть предварительно на карте. Мы поснимаем ещё вам там с автомобиля, покажем вам все какие там виды будут, с какого дома, с какого участка. Вот уровень можно посмотреть вот там же в Google карте. С левой стороны бывает всегда окошечко, где можно нажать и посмотреть вот на кул. Вот такой подъёмчик. Это уже Перелок Овощной 8. Это немножко дальше. Вниз немножко давайте спустимся такой там подъём. Мне кажется, не сильный. Вот есть ровные местности, вот туда заворачиваешь, и там будет расположен ваш коттеджный посёлок. Вот этот Овощной Перелок, который огибает, будет огибать его. Ну, смотрите, подъём, мне кажется, не очень сильный, хотя надо поехать и прочувствовать это на себе. Такой подъём. И вот такое вот окружение. Частные дома, чуть зелёный район, свежий воздух, птички поют. Нет такого сильного движения, туда приезжают люди, которые там проживают, немножко в стороне, ну и в то же время прямо в городе, недалеко от всей необходимой инфраструктуры. В общем, если вам интересно в этом районе дом за 7,5 миллионов, то звоните, пишите, будем бронировать и ждать его сдачи. Если не интересно, будем искать ещё варианты. Хотя за эту цену очень мало предложений. Смотрите, предыдущие мои ролики, там есть каркасные дома за эту цену с ремонтом на 93 квадрата в Адверском районе. Есть в Красной Воле за 5,5 с ремонтом, 65 квадратов. Есть даже за 3,5 38 квадратов, но это уже дача. Если вы хотите капитальный дом практически в черте города, то вот вам неплохой вариант. Всё, на этом можно заканчивать. Всем пока!